Уважаемые зрители, приветствую вас на канале Любовь о Некве. Обратите внимание, у меня сегодня вот такой микрофон. Вы знаете, что вы можете использовать микрофон для того, чтобы... Вот мне, например, сейчас мешает компьютер. Я его выключу. От него идёт такой звук характерный. И он мешает. Итак, дорогие друзья. Я сегодня хочу рассказать о звуке для видео. Значит, первым пунктом это звук. Ну, вы должны, может быть, помните, я рассказывала о том, какой смартфон должен быть. Потом выбор смартфона. Там хорошая камера должна быть, ну такая, не меньше 13 мегапикселей, 16. Вот у меня вот этот смартфон 25 мегапикселей. Это смартфон OPPO F7 для девушек, которые любят селфи заниматься. Ну, вот мне такой вот продавцы на, как сказать, насоветовали. Вот я теперь на 25 мегапикселей. Итак, дорогие друзья. Свет хороший. Вот цвет сейчас у меня матовый. Видите, я просто красотка при этом свете. Хотя, на самом деле, конечно, мне 63 года. Вот. Но хочу вам сказать, что вот этот смартфон, он еще занимается, как фотошоп у него, такой автоматический. Вот у меня обвел вот так и лицо подкорректировал. Вот здесь вот морщинки убрал. И свет матовый. Это тоже много значит. Так что, видите, вот сейчас техника дошла до такого. Итак, дорогие друзья, еще аспект важный – это звук. Потому что, если будет звук неважный, то ваше видео будет неинтересно смотреть. Совершенно. Людей будет раздражать этот звук непонятный. Поэтому вы должны позаботиться о микрофоне. Можно пользоваться микрофоном от смартфона. Вот. Но можно вот этим вот, как я сейчас, очень удобно, в походе, на улице где-либо, снимать видео. И вот так вот наушник вставить. И разговаривать со зрителями с помощью наушника. Тем более, что звуки ваши будут громче, чем звуки улицы, например. И вот такой микрофон. Есть микрофоны-петлички. Есть микрофоны на подставочке. Это я имею в виду, все недорогое. Есть очень дорогие микрофоны. Об этих микрофонах вам будут на видео рассказывать, как рекламировать. Вот такой. За 200 долларов, за 300 долларов. Ну, можете такой купить. В общем, как бы по сеньке шапка, как говорится. И так, дорогие друзья, вот я использую сегодня вот такой микрофон. Теперь второй пункт. Все по пунктам. Монтаж. Я о монтаже сказала в прошлый раз, вот в прошлом видео. Ну, я что сказала о монтаже? Что на нем можно подрезать видео. Там, удалить какие-то там, бывает улыбнулся человек не так. Или глаза вот так как-нибудь сделала, вот так вот. И вот эти фрагменты нелицеприятные удалить можно. Вырезать. Ну, а где монтаж делать? Вот если на смартфоне, то вы зарегистрированы в Гугле. И вы там можете найти такая раскладочка. Ютуб, Гугл, Гугл фото. И есть такой этот магазин. В общем, такой треугольничек разноцветный. Заходите вот в этот магазин. Маркет. Вот в этот маркет. Заходите, ну, виртуально заходите. Нажимаете на кнопочку. И в поиске пишите. Редактор для видео бесплатно. Ну, если хотите платный. Я бесплатными пользуюсь. Вот и все. И вам выйдет перечень. И вы выбираете, скачиваете в смартфон. Рассматриваете, изучаете и применяете. Уже ваше видео там. Ну, в общем, поймете, как это делать. Я сама училась. Ну, конечно, что-то слушала. Но в основном методом ты ко всему научилась. Насколько, не знаю, процентов. Но это было очень интересно. Это очень интересно. Увлекательно. Итак, это вот второй пункт. Третий пункт. Вы должны зайти в компьютер обязательно, когда вы заведете свой канал. И есть там такая творческая студия. Это тоже в Google вот заходите. Там есть YouTube. В YouTube зашли. Вот в YouTube уже. И посмотрите, подажимаете. Там есть мой канал. А есть творческая студия. Заходите в вашу творческую... Ну, пароль ведете. Творческую студию. И там вы можете посмотреть о канале разную информацию. И если вы видео закачали, вы должны найти это последнее закаченное видео. Написать туда наименование. Краткое содержание. Такое, чтобы понятно было зрителю. И чтобы его увлекало. Он посмотрел. Ой, какое интересное. Я буду видео это обязательно смотреть. Там есть теги. Теги это слова поиска. То есть вы, например, вот видео... Сейчас я вот это видео сделаю. И я теги напишу. Какие? Для начинающих блогеров. Видеоурок или там... Ну, что-то, какие-то множества на эту тему. И когда? Как снять первое видео? Или как снимать видео? Звук на видео? Или там монтаж на видео? И люди, когда будут набирать интересующиеся... Их много. Миллионы людей. И русскоязычных много, естественно. И они наберут в поиске тоже, как снимать видео. Или видео для начинающих. И получится, что они тег этот уловят. Мой, ваш или там чей-то. И откроется то видео, которое ему нужно. Там может перечень будет этих видео. Но это вы будете таким образом продвигать свое видео. Потому что специально ваши видео никто не будет рекламировать. Будьте готовы. И не ждите манны небесной. То есть, вот это то, что теги заполнить, наименование, все. Это все называется оптимизация. Вы должны сделать оптимизацию видео. Так. Название видео, наименование сказала. Потом, дорогие друзья, а что же вы еще должны с этим видео? Вот вы опубликовали его. Закачали, записали название, теги поставили. Еще там есть плейлисты. Вы должны открыть плейлисты, если вы считаете нужным. Вот у меня много плейлистов. У меня обзоры товаров, прогулки по городу, там, домашние животные. У меня вообще разные-разные плейлисты. И все. И я уже, когда делаю видео, закачала его, я его отправляю в тот лист, плейлист нужный. Ну, который соответствует тематике. Вот у меня так, например. Вы тоже можете, конечно, удобнее работать, как я сказала, в одной тематике. Потому что там вы будете заполнять, о чем ваш канал. Вот в творческой студии вы заполните, о чем ваш канал. Конечно, лучше, если о чем-то, на одну какую-то тему, путешествие, или кулинария, или там, рыбалка. В общем, ютубовский будет компьютер. Быстрее искать ваш канал и предлагать его зрителям. И рекомендовать тоже. Вот так, дорогие друзья. И еще, вы вот все сделали, оптимизацию, вы все сделали, все прекрасно. А дальше что делать? Что же делать дальше? Вы заглянули, а ваше видео еще никто не посмотрел. Как вы можете свое видео предложить публике? Под лежачий камень вода не идет, поэтому вы должны делать промоушены сами. То есть, сами его рекламировать. Каким образом? Вы, у вас есть друзья в WhatsApp. Вот вы, есть такой, поделиться под видео. Заходите в это поделиться, выбираете значок WhatsApp. И своим друзьям крышики ставьте, ставьте, ставьте. И ссылочка от этого видео залетит на WhatsApp, допустим, вашим друзьям, знакомым, родственникам. Они посмотрят, а вы можете и написать им. Прошу посмотреть видео, поставьте лайк. Ну и ваше видео будет продвигаться от лайков и от всего. Оно будет, в общем, заметили и есть у некоторых блогеров видео, в которых они несут такую ахинею, которая раздражает зрителя. Это делается специально для того, чтобы вы писали больше лайков, возмущений, лайков. В общем, на отрицательные эмоции давят. И вы пишите множество лайков, а этот человек зарабатывает деньги. Все. Это все. Он фигню всякую пишет. Ни уму, ни сердцу, ничему. Ерунду просто. Но он зарабатывает, он зарабатывает. Есть блогер, который, я извиняюсь, показывает, снимает на видео, как пукает ее муж. В Америке живет, она вот это делает. И все пишут, какая гадость. Фу, фу, фу. Или ребенок с лохматыми волосами. Некоторые маму свою. Есть такой Савелий Ат, у него мама вечно непричесанная. И все пишут, причеши маму, причеши маму. И вот эти вот продвигают это тупое видео, продвигаются вперед. И много зрителей, и у них заработная плата хорошая. А у меня ничего нет. Я честный человек. Я почему говорю? Потому что продвигать свое видео нужно. Но у меня нет времени. Я все-таки на ответственной работе работаю. Для меня работа очень важна. Если я буду на пенсии, тогда я буду полностью отдыхать. Конечно, может быть, я... Вот такое. Вы должны сами продвигать видео. Вот таким образом. В соцсетях разные одноклассники у вас есть. Там Майору, Фейсбук. Там разные-разные соцсети, где вы зарегистрированы. Если нет, откройте. И там сделайте, бросайте ссылки. Скопировали ссылку вашего видео. Везде раскидывайте. Кто посмотрит, обязательно посмотрят. Зайдут на ваш канал. У вас это все будет. И просмотры, и все-все будет. Вот здесь нужно самим заботиться. В начале, когда я в 17-м году пришла, то Ютуб помогал. Он распространял видео. Мое в том числе. Распространял тоже. Сейчас ничего нет. Он вот как вы сделали, а на дне, как говорится, лежите. Если вы не побеспокоились, сами не распространили свое видео, ссылки не раскидали, то никто не сделает. Делает Ютуб сейчас, если вы оплатите рекламу. Там есть тоже платная реклама. Вы оплачиваете сколько-то там долларов. Не знаю сколько. И тогда видели на правах рекламу видео желтыми буквами. И ваше видео кто-нибудь... Обычно люди игнорируют, наверное. Но кто-нибудь зайдет, посмотрит и, может быть, подпишется. В общем, реклама. Есть еще незаконные методы. Они были. Но из-за этих людей, которые накручивали себе фальшивые просмотры, из-за них Ютуб ужесточил условия. И теперь зарплата на Ютубе зависит не от просмотров, а от числа подписчиков. Это должно быть более тысячи. И от четыре тысячи часов в год и больше просмотров. И тогда только... То есть начинающие авторы, мы в ауте. Я считаю себя начинающий автор, хотя и четыре года. И многие из нас, вы просто нас отбросили. Тем более у меня все какие-то честные варианты. Я ничего такого незаконного не делаю. Боюсь это делать. И я вот в той вот... Нахожусь вот... У меня 700... Было вчера 762, сегодня 760 подписчиков. Это еще почему? Не потому, что люди отписываются, а потому, что у Ютуба тоже строгое отношение. Подписчиками будут считать именно то, тех людей, которые полностью открыли свой канал. Вот фотография, название. А если у вас просто канал открытый для просмотра, и вы подписались каким-то образом, вас вроде как записывают, потом Ютуб выкидывает, удаляет, как будто вы и не подписались на меня. Поэтому, дорогие друзья, вот такая ситуация. Хотя, вот на творческой студии, в творческой студии есть аналитика, и вы можете посмотреть, какие у вас люди смотрят, зрители, какой возраст, мужчины, женщины. И там я вижу, что меня смотрят с подпиской всего 15%, а без подписки 85% просмотров. То есть, меня люди больше простые смотрят, которые совсем не собираются открывать какие-то каналы, но они любят смотреть видео. И вот в отношении вот этих людей, я считаю, это дискриминация. И в отношении молодых авторов, и в отношении вот людей, они... Почему те, кто считаются только те подписчики, которые именно вот открыли полностью канал, вот как типа у меня, вот такой канал, я подписываюсь на кого-то, и вот будет считаться. А если бы у меня какой-то не полностью был, там, ну как бывает, даже фамилию запишут, и все, ок, поставят, и все, и смотрят видео, и там, комментарии даже ставят, то это YouTube не засчитывает. Вот я имею в виду, я рассказываю, почему я не жалуюсь, я просто говорю о том, что условия жесткие, готовьтесь к ним, что ванны небесной не будет, YouTube не продвигает вот сам. Ну, вроде как говорят, меняется иногда политика, может быть и будет это все, но главное, вы делаете оптимизацию, слова поиска, хорошее видео, качественное, свет, звук, чтобы стабилизация была, не тряслось, и сами отправляйте свои видео, откройте Instagram, на Instagram, именно с названием этого канала, и на Instagram рассказывайте анонсы, вот у меня такое-то будет видео, на такую-то тему. Я, кстати, все хочу сделать, и мне некогда. И вот, дорогие друзья, и так вот у вас будет продвигаться. Я вот просто, я занимаюсь ведь бухгалтерией своей, я же главный бухгалтер, я как-то не могу переключиться на 100%. Ну, вот то, что, дорогие друзья, тем не менее я поделилась своими вот наработками, своими секретами. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока-пока.